Привет! Мое сегодняшнее видео адресовано в большей степени любителям защищенных смартфонов. Ведь уже совсем скоро, аккурат к 10 мая, в продажу поступит новая модель неубиваемого смартфона от Blackview. Называется новинка BV9300 и при своей стоимости в 200 баксов имеет все шансы стать королем в данном сегменте. Помимо стандартного набора смартфоновских функций, а также защиты по стандарту IP68, данный аппарат может похвастать встроенным лазерным дальномером, который с легкостью может потягаться с отдельным профессиональным, ведь имеет как хорошую точность измерения, так и дальность на 40 метров. Думаю многие, кто связан со строительством, должны по достоинству оценить такую возможность. С помощью этого инструмента можно померить не только расстояние по двум точкам, но также площадь и объем помещения. Вообще, производитель сделал две конфигурации своего смартфона на выбор. Первая как раз таки идет с лазерным дальномером, а вторая более классическая, со встроенным фонарем. Мощность его составляет 100 люмен, а светит он на расстоянии до 10 метров. Так что при выборе придется расставлять приоритеты, и на это необходимо будет обратить отдельное внимание. Помимо распространенной в данном сегменте пылевлагозащиты IP68, в смартфоне заявлен и второй более жесткий стандарт IP69K, который обычно применяется в спецтехнике. И вот получить такой сертификат гораздо сложнее, нежели привычный 68-й. Вообще, если говорить о защите, то данному аспекту в новинке уделили очень много внимания. Начиная от внешних деталей и материалов, устойчивых к износу, и заканчивая соответствием армейскому стандарту MIL-STD-810H. Как присуще всем подобным аппаратам, продумали здесь и автономность. Внутри устройства установлен аккумуляторный блок на 15000 мАч, который мало того, что питает сам аппарат, но и также способен выступать и в качестве зарядного устройства для других. В общем, может использоваться как дополнительный пауэрбанк. Понятное дело, что в городских условиях такой сценарий не особо востребован, хотя случаи бывают разные. Однако где-то на природе в отсутствии розеток очень даже пригодится. К слову сказать, многие берут себе подобные смартфоны в качестве вторых вспомогательных, ведь давайте будем честны, современные флагманы не слишком-то живучие. А вот рабочие лошадки как этот смогут выдержать многое. Данный смартфон, по заявлению производителя, способен работать в режиме ожидания до 72 дней. Что же касается реальной автономности, то, к примеру, за час просмотра видео уходит около 5% заряда, за час прослушивания музыки около 4%. Но если запустить игровой сценарий, то в течение часа уходит примерно 6% общей емкости. Понятное дело, что при желании высадить можно все что угодно в разные сроки, но в смешанном режиме очевидно, что смартфона хватит очень надолго. Разумеется, пополнять энергией такую емкость быстро не получится, однако какую-никакую быструю зарядку в устройство все же завезли. В комплекте идет адаптер на 33 Вт, который способен зарядить смартфон наполовину за 70 минут. Полный же цикл зарядки составит порядка 200. Да, это не молниеносно, но и аккум тут стоит очень жирный. И давайте теперь посмотрим, что же питает данный модуль. За мозговые процессы в устройстве отвечает 8-ядерный чип MTK Helio G99, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Над графикой трудится ускоритель Mali-G57CN2, а объем физической оперативной памяти составляет 12 ГБ LPDDR4+, с возможностью ее расширения до 21, за счет прибавки 9 из постоянной. Последнее, к слову сказать, здесь стандарт UFS 2.1, объемом в 256 ГБ, и разумеется, с возможностью ее расширения посредством microSD карточки до 1 ТБ. Помимо того, что в телефоне предусмотрена софтверная оптимизация процессов, позаботились тут и над физическим охлаждением посредством пластин из меди и графита. Даже при запуске требовательных игр телефон не будет горячим. По крайней мере, пока об этом можно судить только исходя из результатов тестирования самого производителя. Температура корпуса после часового тестирования не превышает 40 градусов. За отображение информации в смартфоне отвечает IPS-матрица на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, разверткой 120 Гц, соотношением сторон 21 к 9 и плотностью пикселей 391 ppi. Пиковая яркость составляет 500 нит. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5, но и в силу конструктивных особенностей самого аппарата, здесь неизбежно имеются симметричные рамки сверху и снизу. Частота обновления экрана адаптивная, что позволит расходовать энергию экономно. Телефон работает под управлением системы Android 12 на фирменной оболочке DogeOS 3.1. В целом данная оболочка интересная и работает шустро. Ее я тестировал самостоятельно не так давно в планшете Tab 11 SE от Blackview. И вот мне лично понравились как встроенные инструменты от производителя, так и в целом удобный интерфейс и оптимизация. По идее, там можно настроить под свои предпочтения абсолютно все. Оболочка не перегруженная и есть много всего для кастомизации. Из модулей связи на борту имеется NFC, Wi-Fi на два диапазона, навигационные системы GPS, Galileo, Beido и GLONASS, ну и разумеется поддержка LTE сетей. Слот под это дело гибридный, можно использовать либо две сим-карты, либо сим-карту и карточку памяти. Дополнительно по конструктивным элементам можно выделить кнопку Power со встроенным сканером отпечатков, отдельную многофункциональную клавишу, которую можно настроить под себя и назначить туда разные функции, а также встроенный динамик. Да, он тут один, хоть и лупит в разные стороны. Опять-таки, благодаря конструкции самого смартфона, звучание здесь хоть и не стерео, однако звук выходит как снизу, так и сверху при вертикальной ориентации. Ну и напоследок, давайте немного о камерах. Как и подобает современному устройству, здесь имеется фронтальный модуль и основной. Причем фронталка здесь установлена на 32 мегапикселя от Samsung, что обычно бюджетным устройствам не свойственно. Обещает хорошее качество селфи как в ясную погоду, так и в условиях недостаточной освещенности. Главный сенсор тыльной камеры имеет 50 мегапикселей и он также самсунговский. Помимо основного модуля, имеется также ультраширик на 8 мегапикселей с углом съемки 120 градусов и возможностью съемки макро. По фото возможностям, основная камера имеет режимы HDR, портретного режима, панорама на 360 и режим супер ночь, а по видеосъемке максимально умеет записывать в 2К разрешении. Разумеется, учитывая все вышеперечисленное, смартфон априори не может быть легким и компактным. Одной только защиты там приличное количество, поэтому если рассматривать такой телефон к покупке, то обязательно необходимо учесть, что весит устройство порядка 500 грамм. А его габаритные размеры по длине, ширине и толщине составляют 184 на 85 и на 22 миллиметра соответственно. Тем не менее, я более чем уверен, что у данного сегмента устройств есть и свой сегмент покупателей. Как я и сказал в самом начале, старт продаж намечен на 10 мая, и в этот период на данный телефон будет действовать специальная цена в 199 баксов. Так что если вдруг у кого-то появилось желание прикупить себе именно такой аппарат, то ссылка на страницу будет в описании. Я же в свою очередь все, что узнал про данную модель сегодня и рассказал. Спасибо, что посмотрели это видео и до встречи в моих обзорах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok